Всем привет, ребята! Меня зовут Кайти, и я решила, что я хочу заснять видео на отдыхе. Это видео будет очень быстрым, ну, по крайней мере, мне надо быть быстрым, пока я его буду снимать, так как у меня очень мало места на SD-карте. Если вы слышите вот эти чудные звуки, просто я сижу рядом с бассейном, я хотела снимать на фоне бассейна, но решила, что лучше буду снимать на фоне зелени и сидеть на лежачке. В этом видео вы отвечаете на вопросы, которые вы задавали мне в Инстаграме. Ссылка на мой Инстаграм есть в описании. Эти вопросы будут касательно моего путешествия и всего такого. Первый вопрос, как выбирали маршрут? Сразу скажу, что я была сначала в Германии, потом в Люксембург, Франции и Испании. Сейчас я нахожусь в Испании, но когда это видео я уже смонтирую, буду уже в Москве. Маршрут Германия, Люксембург, Франция выбирал наш учитель. Ну и в Испанию мы решили поехать в строй, потому что я еще здесь не была, не хотела здесь побывать. Еще мы хотели поехать в Грецию, но как-то остановили свой выбор на Испании. Сколько дней ты не была дома? Дома я не была с 3-го числа, в данный момент у нас 28-й, соответственно, дома я не была 25 дней. Но, как я уже сказала, это видео выйдет, когда я уже буду в Москве, поэтому дома я не буду. Надо посчитать, 28 дней меня не будет дома. Когда задумали путешествие? Я узнала о том, что еду в Германию где-то в марте или даже зимой. Но я не узнала, я просто подтвердила, что да, я хочу поехать. Но я не очень помню, когда это было, но узнала я месяц, наверное, за 4, вот так. Первый раз в этих странах. Да, в Германии, во Франции, в Люксембурге, в Испании я была первый раз. Сколько раз ты была на море и как часто ты куда-то ездишь и летаешь? Летаю я куда-то каждый год, потому что мы с танцами куда-то ездим, выступать в разные города. Но на море я была последний раз в 2000... А, нет, на море я была 2 каждый год, но за границей я была последний раз в 2013 году. И я очень рада, что я сейчас здесь, потому что я уже встречала по за границей. Ты приедешь в Рязань? Какой твой любимый город России? Любимый город России, это, естественно, Москва. И в Рязань я, возможно, приеду в августе. Я не знаю, как там будет погода, но если она будет хорошей, то я поеду в Рязань в августе. Путешествовала ли ты без родителей? Да, мое путешествие сейчас без родителей. Родители мои в России в данный момент. И я уже почти месяц их не видела, соскучилась по ним. Но мое первое путешествие без родителей было путешествие в лагерь. Путешествие в лагерь. Это что-то немного странно, но ладно. Ну, в общем-то, я была без родителей в лагере. Это было в 2015-м или в 2014-м году. Прилетела на самолете? Да, я в Германию, естественно, прилетела на самолете. Потом уже в Люксембург, во Францию мы ехали на автобусе. И улетаю я уже из Испании, тоже на самолете. Сколько стоит отдых? Много. Сколько называть не буду, но могу сказать, что много. Три вещи, которые ты делаешь в самолете. Слушаю музыку, смотрю в окно, сплю. Были ли у тебя проблемы с авиалиниями? Да, когда мы с папой летали в Турцию, мы купили путевку, и у нас там уже обходили билеты. Это была авиакомпания Туи. Я ее до сих пор помню. Мне абсолютно не понравился самолет, не очень понравилось лететь. Я немножечко тогда боялась. Собственно, да. Поэтому Туи не очень хорошая авиакомпания. В данный момент моя семья летает только аэрофлотом, потому что действительно хорошая авиакомпания. Я ей доверяю. И как-то, когда я летаю аэрофлотом, мне намного спокойнее. Я уже не помню, когда я летала не аэрофлотом. Наверное, это как раз-таки были вот эти вот несчастные Туи в 2013 году. Сколько по времени ты летела? Летели мы, как я уже говорила, в Германию. И это было где-то 3 или 4 часа. Ты хочешь одна улететь в другую страну? Нет, не хочу, потому что я считаю себя еще маленькой. Ну, логично, мне еще 14. И я тот человек, который очень сильно скучает по родителям. То есть в первые дни в Германии я безумно скучала по родителям. Но когда я уже встретилась с сестрой, спустя 3 недели, я уже перестала скучать. Ну, то есть я уже привыкла, что да, родители далеко, но я с ними скоро встречусь, поэтому меньше рук в кадре. Как тебя отпустили родители? Предложила поехать в Германию у меня мама, но папа, естественно, согласился, потому что у нас там сопровождающие, наша учительница. Поэтому меня легко отпустили. Больше любишь море или бассейн? Конечно же, в море, в бассейне я могу покупаться и у себя в Москве. Во сколько лет ты первый раз полетела на самолете и куда? Первый раз я полетела на самолете в Турцию. Может быть мне было годика 3, 4, 2, не знаю, честно. Арбуз или дыня? Очень сложный вопрос, потому что как десерт я ем и арбуз, и дыню, так как сладкое, я перестала есть. И я думаю, что где-то через месяц я сделаю видео о сахаре и вообще о том, что я теперь правильно питаюсь и не ем всякую гадость. Как в день рождения я показывала там мороженое и сладости, я говорила, что скоро это съем. Но это видео я снимала еще месяц назад, и сейчас многое поменялось. Поэтому, если что, то не надо бомить в комментариях. Где тебе понравилось больше всего отдыхать? Из-за этого путешествую в Испании, потому что здесь море, бассейн, солнце. Я очень этого ждала, очень хотела отдохнуть, потому что в Германии у меня была учеба, во Франции, в Барселоне мы много ходили и не отдыхали. Здесь я хотя бы высыпаюсь и моречка. Что может быть лучше? Ну и последний вопрос на сегодня. Хотела бы путешествовать с собаками? Да, я бы очень хотела, чтобы сейчас в Испании со мной была хотя бы одна из моих собак. Я бы ходила с ней на морочках, мы бы с ней плавали. Но везти собаку за границ стоит очень проблематично. Следующим летом я хочу с папой, с моей подругой Дашей и, естественно, с одной из моих собак, думаю, что это будет Рози, съездить в Геленджик на море. Но не просто съездить в Геленджик, а съездить туда на машине. Я очень надеюсь, что моя небольшая мечта в следующем летом свершится. Мне кажется, что путешествовать со своим питомцем это очень классно, к тому же, когда это еще и собака. Моя собака Рози очень любит плавать в речке, поэтому думаю, что море ей тоже понравится. Ну, в общем-то, вы узнаете о том, где еду я в Геленджик где-то через год, когда я снимаю видео о планах на лето. На этом все. Не забывайте подписываться на мой Инстаграм. Ссылочка на него есть в описании. А также у меня сейчас новая официальная группа, ссылка на которую где есть в описании. Потому что в прошлой группе упал актив, и девочки решили создать новую. Поэтому, да, подписывайтесь на официальную группу. Но также в моем Инстаграме множество фотографий с моего путешествия, поэтому обязательно смотрите его Инстаграм, подписывайтесь на него. Да и вообще подписывайтесь на мои социальные сети, ссылка на которую есть в описании. Я слишком много болтаю. Я вас очень люблю, желаю вам всего самого хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok